По мере роста суммы государственного долга в США среди экономистов разгораются жаркие споры о возможности дефолта в этой стране в связи с непомерным ростом обязательств. Накануне стало известно, что госдолг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов. Тема дефолта нередко становится предметом спекуляций и взаимных обвинений между республиканцами и демократами, которые видят причину роста государственного долга в налоговых реформах Дональда Трампа или чрезмерных бюджетных тратах во время правления Джо Байдена. Но вне зависимости от истинных причин роста долгового времени, проблема, видимо, действительно приобретает необратимые масштабы, поскольку даже в Международном валютном фонде заявляют, что госдолг США представляет реальную угрозу мировой экономике. По прогнозам, к 2032 году он может превысить 140% американского ВВП. Если мы посмотрим на проблему американского госдолга хотя бы в перспективе последних лет, ну, допустим, да, вот сейчас обвиняют Байдена, да, в том, что госдолг вырос там более чем на 7 триллионов долларов, и это проблема. Ну, вот если мы смотрим по сравнению с ВВП, то прирост американского долга на фоне ВВП не такой большой. И соотношение госдолга к ВВП вот за там время президентства Байдена, ну, скажем так, принципиально не изменилось. То есть оно приблизительно такое же, как за время президентства Трампа. Это первый важный тезис. То есть за последние 4 года основное, что изменилось, это размер ставок. Ставки стали повыше, но поскольку этот госдолг в существенной степени имитирован на длительные сроки, то вот скорость, так сказать, обновления и роста его обслуживания, она, конечно, сильно отстает от той скорости, с которой ФРС ставки повышала. При этом госдолг пока не стал тяжелым бременем для экономики страны, поскольку инвесторы все еще готовы одалживать деньги федеральному правительству. Поддержка в виде кредитования позволяет правительству сохранять расходы на свои программы, не повышая налоги. Однако нынешняя траектория роста госдолга США уже в ближайшие годы может представлять реальную угрозу для национальной безопасности страны и помешать успеху таких ключевых программ, как пенсионное обеспечение и медицинское страхование. Те же риски для мировой экономики, для экономики США, которые создавал этот, безусловно, большой долг, которые были характерны 4 года тому назад, сохраняются и сейчас. Их увеличение не является, кажется, принципиальным. Для мировой экономики это, безусловно, риск, потому что этот объем госдолга, как был во времена Трампа, так и сейчас при Байдене, остается опасным. И при высоких ставках управляться с ним тяжело. При Трампе был создан основной массив этого долга, и даже если бы Байден добавлял в него в меньшей степени, а по дефицитам бюджета, скажем, центрального правительства США, видно, что в последние два года, скажем так, прирост, ну как бы Байден лучше, скажем так, управляется с бюджетными финансами, нежели чем в первые два. Поэтому, прямо скажем, наследие Трампа в полной мере исключать нельзя. В виде как раз избыточных налоговых льгот и ряда других поблажек для бизнесов и обеспеченных индивидов. Вклад в увеличение дефицита бюджетных средств внес каждый из американских президентов, возглавлявших страну с начала 2000-х годов. Резкие скачки обязательств США происходили в 2001 году из-за снижения государственных налогов, в 2023 из-за Иракской войны, в 2028 году на рост долгов повлияло рецессия и рост расходов на выплату пособий по безработице, в 2011-м продление налоговых льгот, в 2017-м году налоговые сокращения, в 2019-м году долг вырос из-за роста бюджетных расходов, а в 2020-м году борьбы с последствиями коронавируса.